большой всем привет ну что ж немножко поговорим об эфи игра весьма занимательно интересная и именно в том жанре за которым я очень внимательно слежу это игра песочница с миром в котором вы можете долго и упорно жить и обитать изучать этот мир раскладывать игру на стол и она может лежать месяцами и вы не можете находиться в этом мире это то с чего начиналось моё хобби тот тип настольных игр который меня больше всего заинтересовал когда я познакомился с миром настольных это видео не обзор это скорее из старых добрых покупателей не покупать и просто размышления о новом кикстартере игра уже существует это репринт то есть переиздание игры и дополнение большое плюс всякие делюкс компоненты для оригинальной игры сама оригинальная игра огроменная коробень наверное больше чем глумхэвен с огромным количеством количеством контента замечательным оформлением с очень интересными задумками в общем игра просто мечта для меня как коллекционера но братья не собираюсь и попробую объяснить в этом видео почему и просто поговорить как коллекционер с коллекционерами фоне вы видите игру сейчас я покажу содержимое пледжев на самом деле вы можете зайти на кикстартер и посмотреть это самостоятельно а поговорить я хочу о больших играх и существенном недостатке которые в них есть не связаны с игрой что такое эфия вещь классная механика взята частично от рунбаунда частично от рыцаря мага боевка ближе к рыцарю магу описание сценарии развития героев на столе выглядит великолепно в общем конечно игра прямо очень хочется и когда первая выходила я ее не взял только потому что кто-то там обмолвился что будет локализации конечно такую игру хотел бы на русском на родном языке взять не срослось не знаю почему на русском так все и заглохло и будет ли что-то или нет неизвестно кроме того даже сама вот это оригинальная она в какой-то момент авторы видимо сломались под тяжестью этих здоровенных коробок сказали что мы не будем выпускать вторую второй reprint и вот сколько не успели с первого гикстартера выпустить столько и будет этой игры все все кто получил обрадовались а на ebay сейчас она продается за 500 долларов это я самое меньшее что нашел коробочка но тем не менее они все-таки решились на переиздание и здесь ну не намного кстати дороже не намного дешевле игра явно не дешевая но объем впечатляющий так вот игра конечно подходила бы для моей коллекции но я столкнулся с одним интересным моментом с которым хочу поделиться и наверное многие с ним сталкивались но или не решаются озвучить либо не хотят это понять и озвучить проблема здесь не столько в игре сколько в самом принципе очень большой коробки когда в игру заложено настолько много всего что игрок чтобы понять хотя бы часть задумок автора должен провести с этой игрой сотни сотни часов это не преувеличение действительно сотни часов и например для меня это очень очень проблематично хотя хотя я такие игры ищу и интересуюсь но в реальности оказалось что я не могу посвятить им достаточно времени по крайней мере времени которого они достойны это все и это в силу не столько интереса отсутствия или наличия а в силу того что мое хобби сильно сильно искажено наличием а youtube канала то есть она неразрывно связано с youtube каналом и я не могу чисто из существования этого youtube канала посвящать игре вот такой здоровенной огромной достаточно внимания которого она достойна а я это понял по амидаре не так давно мы ее изучали и мидаров очень классная игра вот ее можно проходить годами и если интересный сюжет если интересна механика то вполне себе достойный представитель вот таких необычных даже кролеров больших 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 игр туда же gloom heaven туда же грааль грааль я тоже пробовал я прошел одну или две главы и опять же прекратил не потому что мне не интересно не потому что мне игра не понравилась а потому что у меня есть канал и мне нужно менять игры мне нужно как-то менять контент и в этом смысле меня напрягает то есть вот эту игру я хотел бы в коллекцию но я понимаю что я ее никогда просто банально не пройду да я покажу один сценарий на канале дальше она будет лежать и это жалко это очень жалко для таких больших игр которые в которых заложено настолько много человеческих усилий создателей просто поиграть одну партию ну это жалко и вот для себя я столкнулся с этим моментом больших впечатляющих игр здоровенных типами дарик он хэвена грааля и тому подобных и вот эфи в том числе и даже даже их explore it который вот мы недавно проходили тоже игра которой нужно посвятить десятки часов чтобы научиться в ней жить и плавать подобные игры они должны быть так скажем центром коллекции то есть допустим вас есть там нет десяток филлеров или обычных игр и одна такая вот здоровенная которую вы проходите годами и целиком вот тогда она действительно оправдана тогда это замечательная часть хобби но не в моем случае где я не могу просто уделить времени и внимание достойная с такого огромного количества усилий и творческих усилий разных разных людей это очень классно выглядящая игра я очень бы хотел ее в коллекции я очень хотел бы ее посмотреть изучить и увидеть на столе но братья и и скорее всего не будут есть правда еще одна причина почему я все-таки не поддерживаю на кикстартере дело в том что мне не теплится все-таки надежда увидеть ее на русском языке а подобную игру хочется играть на родном языке они на английском тот же грааль например настолько классно было на русском языке читать и погружается английском бы она так не зашла и та же мидара да я ее на английском вымучивал но насколько это было бы круче играть в нее на родном языке поэтому если и эфи все-таки выйдет на русском я скорее всего возьму несмотря на все вот эти мои слова в сторону больших больших игр на самом деле тут делать не только в канале очень многие игроки точно также даже не имея канала не имея такой ответственности в кавычках перед зрителями они тоже берут такие гробы так скажем игр пытаются пройти пару сценариев в том кладут на полку в качестве коллекции это неплохо и нехорошо но вот для меня это такой стоп фактор для приобретения игр такого размера у меня вот лежит мидара которая прошел чуть больше одной главы и добавлять еще одну такую игру которую тоже не пройдут целиком мне просто немножко немножко грустно и в целом меня такие игры очень сильно восхищают но грущу я из-за того что невозможно получить их весь потенциал который казалось бы в них заложен с чем это связано ну со многими факторами как с факторами времени физической доступности игровой ячейкой там да много на самом деле факторов мы сами их можете перечислить с десяток вот а пока показываю красивая выглядит просто конечно шикарно все для вот здесь придается не к чему если других подобных играх можно то графики придраться только механики то здесь я мне нравится все и механика и внешнее оформление и задумка но это все слишком слишком большое это все слишком громоздко я представляю как настраивать эту игру смотрите сколько жетонов вот недавно мы их explorer это изучали там вместо жетонов все пишется ручкой в этой игре а все заменено как раз фишками жетонами и так далее и это красивее то это привычнее это и лучше выглядит но представляю как это все организовывать на столе смотрите какая красота и какой объем вот так что это немножко такие грустные размышления под вечер о больших больших настольных играх вот такие у меня а вечерние размышления перед тем как kickstarter закончится и все-таки я принимаю решение на вопрос брать или не брать я для себя выбираю решение не брать смотри-ка карабин здесь человек кстати рассказывает вот показывать 4 игры которые если вам не интересны то и эфи не будет интересно говорит что это смесь warcraft а мы знаете рунбаунда и санктума и в целом я с ним могу согласиться очень интересный проект очень как коллекционера меня он привлекает и прямо тянется рука нажать на бэк вис project но а я понимаю что они а стоит я такие большие проекты просто не тяну как игрок может быть силу характера может быть силу наличия youtube канала по настольными играм может быть еще в силу каких-то причин но это объективность но тем не менее облизывается на это мне никто не запретит первое увижу что снова что нас объединили с мексикой за какие такие грехи так ладно напишите в комментариях что вы думаете на этот счет и может быть кто-то решился на приобретение этой игры или или более того кто-то в ней уже играл и напишите как вам впечатление и что на себя представляет действительно ли она стоит тех добрых слов которые я читаю в обзорах и в виде прохождениях которые видел таких удастся кто-то вы вы Продолжение следует...